В своем творчестве Василий Григорьевич Перов обращался не только к историческим и евангельским сюжетам, но также и к фольклору. На создание картины «Сцена на могиле» его вдохновила русская народная песня о плаче по усопшему. Мать плачет, как река льется, сестра плачет, как ручей течет, жена плачет, как роса падет, взойдет солнышко, росу высушит. Полотно относится к реалистической жанровой живописи и, несомненно, было написано под влиянием работ западных художников эпохи классицизма. Сельское кладбище. Тревожный и унылый пейзаж. На дальнем плане, сгущающихся сумерках надвигающейся грозы, белее циркушка. В поминальный день на могилу родного человека пришли три женщины – мать, сестра и жена. Все они по-разному переживают постигнувшие их горе. Различия в характерах персонажей первых передают с помощью одежды. Мать в черном и темно-синем. Она безутешно обнимает могилу, будто бы перед ней не холм земли, а все еще живой сын. Сестра в светло-коричневом. Девушка выглядит печальной и спокойной. Она чувствует тяжесть горя, но при этом осознает, что время быстротечно и скоро станет легче. Вдова в белом и оранжевом. Женщина прижимает груди младенца. Ребенок, удерживаемый ею – девочка. По деревенскому обычаю, ушко у малютки проколото серегой. Ее светлый наряд намекает на то, что траур всего лишь вынужденная необходимость. О недавней смерти супруга напоминает только наброшенный на голову черный платок, который вот-вот готов упасть головой. Взгляд молодой женщины направлен на солдата, проходящего неподалеку. Субтитры создавал DimaTorzok Впрочем, в трактовке последнего образа не все так однозначно. Если учитывать тот факт, что женщина осталась одна, без кормильца, с младенцем на руках, то становится понятным, почему ее горе не так ярко выражено. Она в полной мере ощущает ответственность, которая легла на ее хрупкие плечи. Теперь ей придется не только воспитывать ребенка одной, но и тянуть на себе все хозяйство. С этой точки зрения ее опора на крест кажется очень символичной, как невольный поиск сил и помощи у Бога. Композиционные фигуры располагаются в виде треугольника, вершиной которого выступает распятие. За свежей могилой видно еще несколько заброшенных, на которых сломаны распятия. Этот фон выступает как олицетворение короткой памяти и того, что скорбь по прошествии времени становится менее тягостной и даже самые страшные потери забываются. Слабую нотку оптимизма в сюжет картины вносит небо. Его нельзя назвать абсолютно чистым. Оно сплошь покрыто облаками, но просветы ярко-синего цвета, пробивающиеся сквозь серую завицу, внушают надежду на избавление от душевных мук и обретение покоя. Работая над картиной, художник соорудил посреди комнаты, из груди домашнего скарба, нечто наподобие надгробной насыпи. Над турщицами выступили горничная и кухарка, а также мать художника Егора Яковлевича Васильева, который был учителем Перова. Несмотря на похвалы окружающих, Василий Григорьевич остался недоволен результатом и представил работу на суд Императорской Академии Художеств не сразу, а вызвал еще год и отправил вместе с еще одним полотном. Первый чин – сын дичка, произведенный в колледжеские регистраторы. Тем не менее, жюри высоко оценило картину. Художник был удостоен за нее малой золотой медали Императорской Академии Художеств. Впрочем, в искусствоведческой литературе полотно иногда рассматривается Как надуманное по сюжету и чересчур назидательное по смыслу. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ